Итак, три дня осталось до свадьбы. Это коробочка, а в ней еще одна. Сейчас еще копейку выпьем и будет все нормально. Привет, друзья! Добро пожаловать в нашу подготовку к свадьбе! В прошлом видео я вам рассказывала, что я долго-долго искала конфетти, саморочилась с этим делом и решила в конце концов купить отдельно коробочки. Я думала, они будут в два раза меньше, они оказались гигантами, и разложить конфетти по этим коробочкам. В общем, этим я тут и занималась. Помимо того, что эти коробочки нужно было все составить, сделать, также нужно было разложить все эти конфетти, потом все это закрыть. А это такое оказалось муторное занятие, не представляете. Позже я сделаю дебрифинг-видео, в котором расскажу, как же прошла свадьба, что пошло так, что пошло не так, и как мы использовали эти конфетти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы, скорее всего, уже поняли, прямо перед свадьбой Ярослава Она позвала меня на хай-ти в отель Лейнборо, и здесь эта чай, чайная церемония была посвящена фильму Круэлла. Поэтому все здесь было такое красивое, яркое и довольно-таки вкусное. И дух захватывало от того, как это все подают. Кстати, с этим отелем у меня есть небольшая connection, потому что, когда я только первый раз переехала сюда из Эстонии в Лондон и искала работу, я один день проработала хостес вот именно в этом ресторане, где мы пили чай и ели пирожные. Было интересно вспомнить этот опыт, и да, это было тяжелое время, и обратно туда не хочется. Так, три дня осталось до свадьбы. Работа кипит у меня. Сейчас я делаю меню нам на столы, а также нужно будет сделать номера столиков и карточки имен. И получила я рамку, в которой я думала сделать такую организацию, нашу фотографию, которую потом поменять на свадебную, и где люди смогут написать нам пожелания, и, в общем, такая как гестбук. Также вчера я ходила, встречалась с Ярославой, у нас был классный день аут. Ходили в Лейнсбург отель, и у нас там был afternoon tea. Очень красиво, очень вкусно, и вообще классный день получился. Как вы видите, я расковыряла свой прыщик. В общем, все идет по плану. Ярослава мне вчера еще и подарочек классный сделала, сейчас я вам покажу. Конечно же, где гири, там и подарки. Я купила вот эти вот цветочки для декорации, они искусственные. И вот здесь вот такой крутой подарок, красивый. Это коробочка, а в ней еще одна, шучу, в ней альбом для фотографий. Вот такой красивый, нежный, очень приятно трогать, такой мягкий. И вот здесь красивая бумага, и с такими проложками. В общем, классно, очень-очень красиво, шикарно, и то, что надо. Доброе утро! Мы сегодня приехали в Flower Market. Это место, где продаются цветы оптом. И, в общем, для свадьбы я решила выбрать цветочки. Пойдем смотреть. Сколько цветов! Я уже там мельтила пионы. И мы сюда приехали, когда в Британии идет Flower Week. Класс! Мне хотелось снять вам много-много цветов. Но, во-первых, чтобы приехать в Flower Market, мы проснулись очень-очень рано. Он открывается в 4 утра. Поэтому, чем раньше вы приедете, тем есть лучшая вероятность купить лучшие цветы. Во-вторых, я здесь никогда не была, поэтому сама гуляла с отрытым ртом. И потеряла, на самом деле, очень много времени, потому что сначала мне хотелось все обойти, посмотреть, что есть, и потом только купить. Только позже я поняла, что нужно покупать сразу, потому что чем дольше вы находитесь там, тем быстрее расходятся все цветы. И, в конце концов, мы чуть не пролетели с одним цветом. Я их почти что отвоевала у одного мужчины, который очень был добр и позвонил клиенту и уговорил его отдать эти цветы мне. В принципе, это место невероятное. Ду захватывает. Хочется все потрогать, все посмотреть, каждый цветок понюхать. В общем, в любом случае, если вы любите цветы, и вы будете в Лондоне или живете в Лондоне, это место просто must visit. Тут также можно купить искусственные цветы. Они тоже очень красивые и супер качественные. В общем, класс место. Снова хочу туда. Представляете, эти цветы искусственные. Они выглядят как настоящие. Мы здесь в магазине, в котором куча разных искусственных цветов. И они все выглядят как настоящие. Даже верба искусственная. О, такие крутые. Решение поехать на флауэр-маркет было из-за того, что когда я получила ценник, сколько это будет стоить украсить одну комнату, плюс букет невесты и так далее, мы решили, что я это сделаю сама. Покупали мы цветочков. Весь дом завален цветами. Такая красота. И что мы тут делаем? Мы завтракаем. Четыре часа вставать, я вам скажу, не очень приятно. Как-то очень спать хочется. Но ничего. Сейчас еще кофейку выпьем. И будет все нормально. На завтрак у меня бекон, яйцо и булочка. И очень красивый томат. Мы его покупаем с острого специального. Там выращивают томат. В общем, должен быть вкусный. Смотрите, какой он красивый внутри. Кристофер уже повсюду ест. Ну что, друзья, сегодня мы покупали цветов. Они в метеорите все стоят. Но это будет завтра делать букетики. Они такие красивые. Их так много. А эти я вообще почти что еле отвоевала. В общем, красота еще та. И тут немножко зелени. А еще мы купили вот эту вот красотку тоже. Это китайское денежное дерево. У меня раньше такая была. Но я ее усиленно убила. Пересаживая в другой горшок. Потому что она уже была большая. И я ее, в общем, неудобно, нехорошо пересадила. Вот так все. Наше приготовление уже близко-близко. Потому что свадьба уже в пятницу. А сегодня среда. Тут же у меня есть еще искусственные цветочки. Все еще нужно много чего сделать. Ладно. Заканчиваю болтать. Пошла делать. Вот сижу, вырезаю напечатанное меню на имена. И вот такие вот штучечки, которые я прикреплю к баночкам, в которых будут цветочки. На 21 человек нужно это сделать. Я сама разработала дизайн. Сама сделала все эти меню. И сама придумала, какие фейворс будут нашим гостям. Вот такие дела. Сейчас, как видите, я усиленно работаю. Потому что один из нас готовится к свадьбе. Это я. А другой из нас работает. Это Крестюфер. Напечатала меню с выбором еды каждого гостя. И также вот здесь имя этого гостя будет на столе стоять. Это мы сделали. Осталось еще куча дел. Я долго готовилась. Я нашла, какой букет я хочу. И сама его сделала. Также я сделала украшение для комнаты, где у нас будет обед. А также я вот уговорила Кристофера помочь мне с wedding favors. Он вставлял цветочки в маленькие колбочки и добавлял туда мох и воду. В общем, помогал как мог. Цветы готовы к отъезду. Они везде. Везде. Много цветов. Жду, когда Крестюфер машину пригонит. Будем упаковываться. Не знаю, успеем мы сможем за один раз это все вести или нет. Ну что, последнее приготовление. Мы на месте. Сейчас будем украшать комнату, расставлять некоторые столы и вообще делать свадебный вайп тут. А за окном идет дождь. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Следующий влог будет день свадьбы. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить этот важный день. Спасибо, что вы были со мной. До встречи!